Итак, мы находимся в Ингулинском районе, река Ингулец. Сегодня поступило сообщение о провокации со стороны украинской пропаганды, украинской власти. Герасченко в своем телеграм-канале написал, что в селе Ингулец якобы российские военнослужащие устроили такую же провокацию, якобы которая была в Буче с убийством мирных жителей, с изнасилованиями. Извините, можно на секунду вас? Да, конечно. Как поселок этот называется, не подскажете? Ингулец. Ингулец. А вы тут местные? Да. Ну, у нас тут. Ну, недалеко, да? Как у вас тут вообще дела сейчас? А? Дева, как у вас тут вообще сейчас обстановка? Нормально. Нормально? У нас здесь дача, в принципе. Да? Мы так выезжаем через два дня. А так мы постоянно так. Тихо, не обстреливают? Кто? Не, ну... Зачем? Зачем? Ну, не знаю, зачем. У меня иногда слышна. Слышна? Итак, мы находимся в селе Ингулец Ингулинского района. То есть, здесь границы с областью на Криворожской области, в общем, от Кривого Рога здесь уже относительно недалеко. Это самый север Херсонской области. Сегодня поступила информация, вы видели вброс украинских СМИ о том, что в селе Ингулец, или Ингулец, прошу прощения, точно не знаю, как называется, произошла очередная массовая, как они выражаются, резня. Естественно, в этом обвинили наши войска. Мы оперативно прибыли сюда 8 апреля. Здравствуйте. Вы здесь живете? Да, местный фермер. Местный фермер. А как называется всего это? Ингулец. Ингулец это? Вы здесь живете постоянно, да? Да. Ну, я сам живу в Херсоне. Ага. Тут давно были последний раз? Да, постоянно. Семью с Херсоном привезли. Понял. Какие-нибудь проблемы есть там у вас там? Может по топливу, может по гуманитарке? Ну, нету чем работать, нет ни топлива. У бабушек заканчиваются продукты. Медикаменты, да, наверное, третий. Медикаменты надо. Они в этом районе, да? Да, в этом селе. Ну, то есть по неприятностям, по каким-то, не знаю, по преступлениям там еще что-нибудь вообще есть какая-то информация или жалоба? Ну, по преступлениям мародерства пока нет. Входят, дежурят эти самые, ну, создана типа группа. Люди местные осмотрят, чтобы не морать. Можно вас на пару минут? Не подскажете, как у вас тут с безопасностью вообще? Хорошо? Есть какие-то, не знаю, преступления там еще что-то, жалобы? Машины не обижают? Там на блокпостах все в порядке? Машины ни у кого ничего не трогали? А вообще по криминалу, может быть, какие-то, не знаю, никого там не обижают, не убивали, ничего. А вы тут постоянно живете? Это Игулец, да, это село? Понял. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы идем по центральной улице, это улица Гагарина. Сейчас вы видите проезжающие мимо машины, барона, охрана, правопорядка здесь из местной дружины, со слов местных опять же. Эта вот центральная улица, она единственная, как нам сказали. Вы видите, что здесь нет ни разрушений, ни каких-либо, не знаю, ни тем более убийств и зверств, о которых сегодня вещала украинская пропаганда. Через поселок постоянным потоком идут машины. Они идут на Снегиревку. Это люди через Снегиревку выезжают в Николаевскую область. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела тут? Ваш третий. Нас третий. Херовеньки. Херовеньки. А что такое, что случилось? Ну, то есть, почему херовенька? Ну, война в человечестве. Понятно. Ну, а в чем это выражается? То есть, вас тут бомбят, вас или что? У нас пока еще ничего. Не бомбят, а не летят. Только летят? Над хатой. Страшно? Я думала, что... Ну, черт, я застаю. Ух, как-то бухают. А где бухают-то? Где? По поселку бухают или где? Не-не-не-не. Нет? У нас не бухают. Ни-ки не хайпат. Ну, дело в том, что сгородаж едет, по закату, или что-то. Муки придбали, сахар придбали, крупы прибрали. Здесь живем. Понятно. А безопасность? Как? Спокойно по улицам ходите или боитесь? А ходите? Ну, не знаю. До соседнего дома. Ну, а седь, дочка ходит, а баба стара ходит. Понятно. Ну, нет, есть какие-то, не знаю, может быть, там преступления в городе, там, кражи ее? Нет, нет, нет. Нет, ничего. Или тяжелое, что... У нас нет такого. Ничего нет? Никто не крадет, ничего не воюют. А вот таки, как бы война уже закончилась. Хлопчики россияне. Ну, идите уже до дома. Лучше будем ездить в гости до вас. А вы до нас, за здоровый стил сядем. Выпьем чарчину. На, что же нам воювати? Понялось. Ладно, спасибо. Удачи вам. До свидания. Здравствуйте. Расскажите, как у вас тут дела вообще? По правду расскажите, какие проблемы есть. Там ухил. Ну, может там, не знаю, сахара нет. А то, что еще... Ну, сахар нет, завозят по 85 гривен, да? Давай раз дороже, чем в России. Ты нахил, езжай, дрова вези туда. И зай, скажи, бабушки, хай малого ложи спать. А по безопасности, как у вас дела тут? Сидимся и тихо, как мы, и бог его знает, как он будет все вон. Не, ну, может там слухи ходят, что кто-то безобразничает или проблемы какие-то. Нет, тихо все. Все вроде бы тихо, не знаю, никто ничего там. И стреляет, никто ничего не отбирает, все нормально. А по бомбардировкам, по селу, что-нибудь, какие-нибудь артиллерия, какая-нибудь бива? Не дай бог. Были проблемы? Все целое? Все целое. Благодарю, никто ничего. Все понял. Здесь бои идут нас. У меня не бог. Это ингулец, да? Ингулец всего. Да. Спасибо. Удачи. Обратите внимание, насколько с нами спокойно общаются мирные жители. Мы не лезем к ним домой, не стучим в заборы. Они сами выходят, смотрят. Им интересно, что за чудо такое здесь приехало. И ходят с камерой и с ребятами с сопровождением. Он спокойно стоит, велосипед. Обратите внимание, никто его не трогает, не ворует. Сейчас зайдем, посмотрим, что у них с продуктовым набором. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ингулец всего, правильно вы приехали? Да. Расскажите в двух словах, как у вас вообще здесь дела с гуманитарной частью, может, с безопасностью какие-то проблемы? Нет у них какой-то, там, наверное, у нас часть. Пусто. Как я привозил с города, ну, вот, что есть. А может быть, там, не знаю, там, на блокпостах какие-то, не знаю, долго стоять приходится или там проблемы какие-то есть? Нет, 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 мы ездим, ну, мы сами мы хозяева, как бы, в город отрелозим. Пока нет. Понятно. Ну, а именно по части, как там, не знаю, там, с кражами, может быть, там, не знаю. Ну, слава богу, по пять тысяч. Ну, а какие-то более жесткие преступления бывают, там, не знаю, убийства, может, там еще чуть-чуть. Понятно. Понятно. То есть, ну, главное, чтобы наладилось, да, вот это вот, прилавки насытились. А то я вам покажу, что пусто, к сожалению. А топливо есть в поселке, кстати? Ну, дизельное, да, где-то заправляетесь или в Херсон приходится? В Херсон? А сколько там, по 80 гривен, да, сейчас, наверное? Ну, бензин был в последнее время по 50. По 50. А, уже чуть-чуть подешевле. Все, ладно, спасибо, удачи, до свидания. Я объясню смысл сегодняшней дезинформации, которая произошла. Ингулец находится где-то в 12 километрах от Херсона. Это ближайший пригород. Село, правда, маленькое, маленькое, но оно находится уже в зоне действия украинской артиллерии. Это раз. Во-вторых, это все-таки, как-никак, это такой ближайший пригород Херсона. Для чего делается вот этот вброс сегодняшний, который мы увидели? Это, я более чем уверен, готовится провокация с целью нанесения сюда артиллерийских ударов для того, чтобы погибли мирные жители. Дальше, если не получится снять земли, а это не получится, потому что здесь находятся российские подразделения, сюда не добраться, в УСУ. Да, и вы обратите внимание, что в УСУ здесь никакого нет. Мы здесь спокойно ходим. Украинские войска отсюда, наверное, километрах так в десяти, да, где-то? Вот, поэтому вот эта информация была вброшена. Первым делом бросается информация о том, что здесь имеются вот такие вот, как они называют, преступления. Второе, наносятся артиллерийские удары, естественно, со стороны УСУ по этому поселку, потому что здесь находятся наши подразделения, наши не будут сюда бить по понятным причинам. После этого снимается либо с коптера, либо местными какими-то спящими ячейками вот эта картинка, трупы, разрушения, сожженные машины. И прошу обращать внимание, как я уже говорил, что здесь идет трасса на Снегиревку. Тут люди эвакуируются в Николаевскую область, в Крадне или просто там по части снабжения. Здесь постоянный поток машин, вы даже видите на видео, что тут происходит, что мимо едут машины. То есть поселок маленький, но в условиях войны он стал именно такой стратегической ленточкой для связи с Николаевской областью. Соответственно, нанеси сюда удар, вот эти все люди с белыми полосками, которые, вон дети, надпись, видите, вот это все эвакуация из Херсона идет. Люди едут к Крадне. Представляете, что будет, если ударить сюда из артиллерии? После этого поднимется вой, поднимется скандал, крики о том, что российская артиллерия очередной раз нанесла удар по поселку, по Ингулец, или Ингулец, прошу прощения. Вот, мы уже об этом раз говорили, вот подтверждение. Вот, поэтому вот этим людям, которые сейчас вот вы видели на своих экранах, они уже отданы под нож украинской пропаганды, чудовищной украинской пропаганды, в части, что, я повторюсь, уверен, что сюда на днях, если вот сейчас эту провокацию не остановить и максимально не осветить, начала бы убить украинская артиллерия, как минимум. Вот, может быть, даже была бы какая-нибудь попытка именно расстрела мирных жителей для создания красивой картинки. Хотя бы свет мы начали включать. Так, нет, извините, а может быть, в соседних поселках какие-то преступления есть там, или не слышали? В районе вашем Ингулинском, или Ингулинский, как правильно? Это Ингулец. Ингулец, да, да. Федоровка, Ульяновка, ну, таких серьезных. Какие-то преступления, Катя, какие-то преступления, что-то... Какие именно вы конкретно? Ну, не знаю, убийства, грабежи, такой, разбой. Нет, у нас, слава богу, грабежей так нету, как вот в тех селах, там свои же, блядь, покрали. Понятно. Все, ладно, спасибо, удачи. Итак, мы пообщались с местными, вы увидели различные точки зрения. В основном, в абсолютнейшем большинстве люди говорят о том, что проблемы с гуманитарной частью, медикаменты, продукты, ну, это известная проблема, которая решается. Ну, прошу обратить внимание, что именно по части безопасности все в один голос говорят, что тишина и спокойствие. Итак, друзья, вы видите, что мы прошли все село, это самая окраина, других улиц здесь нету, единственная улица. Ну, вы видели, мы общались с мирными жителями, я давал планы улиц, вот, мимо едут вон куча мирных жителей, прошу обратить внимание, эти люди едут из Снегиревки. Если бы здесь были какие-то проблемы, преступления, или, тем более, здесь бы кого-то там убивали, или массово расстреливали, то, как минимум, даже вот эти вот проезжающие мимо автомобилисты, они бы об этом подсняли, рассказали, и тут же бы все стало это известно. То есть, таким образом, это просто вброс очередной украинской пропаганды. И повторюсь, я абсолютно в этом уверен, что это готовится именно кровавая провокация с целью нанесения по силу ударов, чтобы жертв этих ударов артиллерийских списать на российскую армию, на российских военнослужащих.